Всем привет дорогие друзья, с вами Кинодрон. Сегодня вам будет представлен обзор экипировки бойца воздушно-десантных войск во время первой чеченской кампании. Тема войны в Чечне является одним из основных направлений моей игры в страйкбол. И почти половина снаряжения на бойца ВДВ на этот период у меня есть. Ровно как и в прошлом видео про разбор экипировки спецназа ГРУ в Афганистане. Еще раз повторюсь, что все сказанное мной я искал основываясь на различные источники, на различные фотографии, какие-то статьи, список может быть не до конца полным. Я не учитывал нательное белье и другие мелочи. Если кто обладает более изученной информацией, поделитесь ею со мной в комментариях, либо пришлите мне на почту, я буду рад этому. Здесь я покажу основной вариант экипировки бойца воздушно-десантных войск во время чеченской кампании на период с 1994 по 1996 год. Перед просмотром не забудьте поставить на мой видео лайк, также подписаться на канал. Чеченский конфликт с 1994 по 1996 год – это боевые действия в Чечне и некоторых населенных пунктах соседних регионов Российского Северного Кавказа с целью удержать Чечню в составе России. Часто называется Первой Чеченской войной, хотя официально конфликт назывался мерами по одержанию конституционного порядка. Война и предшествующие ей события характеризовались большим количеством жертв среди населения, а также военных и правоохранительных органов. Несмотря на определенные военные успехи Вооруженных сил и Министерства внутренних дел России, итогами этого конфликта стали вывод федеральных войск, массовые разрушения и жертвы с обеих сторон, де-факто независимость Чечни до Второго Чеченского конфликта и волна террора, прокатившаяся по России. Воздушно-десантные войска также принимали активное участие в этой войне в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Итак, что же носили бойцы ВДВ во время Первой Чеченской кампании? Надо сразу отметить, что в Чеченские конфликты, ровно как первая, так и вторая, в истории армии России расцениваются так, что в ней как бы не было основной формы одежды. Не зря в обиходе была поговорка «Форма номер восемь, что имеем, то и носим». В плане одежды у солдат было два основных камуфляжа. Это ВСР-84 «Бутан» и ВСР-93 «Барвиха». ВСР-84 «Бутан» — это самая первая камуфлированная форма Вооруженных сил Советского Союза, которая была создана в 1984 году. В дальнейшем планировалось переодеть всю советскую армию в этот камуфляж, однако распад СССР заставил поставлять эту форму только десантникам и морским пехотинцам. С 1994 года камуфляж начал поступать в остальные части российской армии и использовался вплоть до 1998 года. ВСР-93 «Барвиха» была вторым камуфляжем, разработанным еще в Советском Союзе. Официально форму в данной расцветке приняли в 1993 году. Она была самым массовым камуфляжем в российской армии, вплоть до появления новой формы ВСР-98 «Флора», хотя тоже использовалась различными подразделениями вплоть до наших дней. Причем оттенков этого камуфляжа было огромное множество. Основным фактором отличия от такой же формы мотострелков было отсутствие нижних карманов на кителе. Еще отличительной особенностью было наличие двух шевронов вместо одного. У бойцов ВДВ, помимо основного шеврона вооруженных сил Российской Федерации образца 1994 года, помимо него был пришит старый советский шеврон воздушно-десантных войск. Кроме того, летом бойцы часто использовали масхалаты типа КЗС или КЛМ «Березка». В плане обуви солдаты использовали советские берцы, которые называли крокодилы. Также другие различные кожаные берцы и стандартные кирзовые сапоги для войск ВДВ. Летом использовали гражданские кроссовки и кеды. Основным головным убором у солдат была общевойсковая кепка под форму или бандана из брезента и другой ткани. Ремни использовали обычные, стандартный солдатский ремень с бляхой, либо офицерские портупеи. Зимой использовались бушлаты таких же расцветок камуфляжа, а также белые масхалаты, черные шапки чеченки, как их называли, советские подшлемники и спортивные шапки. В плане защитного снаряжения бойцы ВДВ использовали следующие бронежилеты 6B5, 6B4 и 6B3. В основном солдатами использовался бронежилет 6B5 и 6B3. 6B4 также присутствовал, но особого распространения он не получил. Основным бронежилетом на этот период был 6B5. Его начали производить в 90-м году. Первыми эти бронежилеты получило подразделение Альфа, а затем данный бронежилет распространился по странам бывшего Советского Союза. Активно применялся подразделениями спецназа и ВДВ во время чеченских войн. 6B5 был самым массовым бронежилетом, выпущенным в российской армии, и был снят с вооружения только в 2000 году. Бронежилет обладает большой площадью защиты, защитный воротник, ключевые упоры для приклада и оружейного ремня. На фронтальной половине расположены 4 подсумка под магазины АК или РПК, а на тыльной части расположены 4 подсумка под гранаты и подсумок под плащ-палатку. Регулируется по росту в плечах и с помощью камербандов по объему. Также жилет можно подпоясать ремнем типа портупея. Голову солдат защищала вот такая стандартная каска СШ-40, СШ-60 или СШ-68. Они представляют собой стандартные стальные каски, а некоторые из них были созданы еще во время Второй мировой войны. Она защищает от ударов холодным оружием и мелких осколков. Но лично по мне это максимально неудобная вещь, которая, как мне кажется, даже больше мешала солдатам при выполнении своих задач. В плане разгрузочного снаряжения солдаты использовали то же самое, что в принципе использовали солдаты, выливавшие в Афганистане. Это трофейные китайские чекомы, пояс А 1986 года, различные самопошивные разгрузки. Плюсом к этому добавился новый пояс А, а также первая российская разгрузка 6Б-93. Подсумки использовали стандартные армейские, либо от РД-54, а также гранатометчики таскали с собой подсумок под пояс ВОК, который назывался пояс Б. В плане походного снаряжения российские десантники использовали всеми известный РД-54. Однако из-за маленького объема солдаты постоянно его улучшали, нашивая новые подсумки для всего необходимого. Помимо этого в снаряжение солдата входило фляга, саперная лопата, плащ-палатка, армейский котелок, штык-нож, жгут эсмарка, ИПП, аптечка армейская оранжевая. В вооружение бойцов ВДВ во время первой чеченской кампании входило Автомат АКС-74, пулемет РПК и ПКМ, снайперская винтовка Драгунова, гранатометы РПГ-18, РПГ-26 и РПГ-22. В качестве вторичного оружия офицеры использовали пистолет Макарова и автоматический пистолет Стечкина. Ну вот и все, спасибо большое за просмотр данного ролика, надеюсь он вам понравился. Сегодня я вам рассказал, что носили бойцы ВДВ во время первой чеченской кампании. Не забывайте поставить этому видео лайк, также подписаться на канал и рекомендуйте видео своим друзьям, чтобы оно разлеталось по интернету. Новое видео будет уже на следующей неделе, всем спасибо за внимание, пока! Субтитры сделал DimaTorzok